Это секрет, и никто об этом не должен знать. Я застряла! Здесь очень много нестандартных вещей. Пошла на ту вечеринку, которая находилась вне кампуса, в какой-то квартире съемочной, и соседи позвонили копам и такие, йоу, чуваки там слишком много шумят, и делают какую-то фигню непонятную. Вот правда, о, я нашла! Я ноготь нашла! Мое одно слово, и все. Ее исключат. I'm sorry, wait, 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 погоди, 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 погоди. Ты говоришь по-русски. Ладно, меня сломали. TravelWorks заставляет меня думать, что моя жизнь на самом деле очень сильно скучная. Сейчас я плачу за эту школу 60 тысяч. Злилась на саму себя, что я как-то недостаточно хороша, я брала карандаш острый, и просто себе вот так в руки, вот так в кровь. К нам часто могут приходить ее друзья, тусить в комнату, и мне это не очень нравится. Боялась, потому что, блин, с незнакомыми людьми жить в одной комнате. Мне очень тяжело здесь общаться и находить друзей хороших, потому что это школа искусств, и тут очень много фриков на самом деле. Кто бы мог подумать, типа, я тоже как фрик вроде бы вела себя в своей школе, но оказывается, я еще нормальный человек. Пока! Мы начали снимать вместе с Машей еще прошлым летом. Тогда она только переходила в 12 класс и готовилась к поступлению в университет. А сегодня мы ее навестим, но только Маша уже находится в статусе студента университета, университета дизайна и искусств в городе Саванна, штат Джорджия. Это видео отличный шанс посмотреть на то, как проходят первые дни у первокурсников здесь, в университетах США, что их ждет и к чему вам готовится. Обязательно подпишитесь на наш образовательный канал Travelworks и нажмите все уведомления. Ну привет! Ой-ой, ты жива? Слушай, у тебя новая прическа. Да, спасибо. Ну как? Взрослая жизнь. Взрослая жизнь. Сейчас ты нам все расскажешь. Давай так. Мы находимся на Кампуста университета. Сделаешь тур, и мы заодно обо всем поговорим. Конечно. Пошли. Куда? Туда? Сюда? Пошли туда. Я сейчас фрешмен, что означает первокусница. И фрешмен используется также в high school, как и в универе. После фрешмена идут sophomore, junior и senior. Что хочу сказать? Какие особенности есть у фрешменов? На самом деле их не так уж и много. Потому что обычно, когда ты фрешмен, это не совсем является круто в Америке. Это то же самое, как, знаете, если бы первоклашка зашел на этаж, где учится старшая школа в русской школе. Знаете, что-то подобное. И ты такой проходишь мимо него и такой, иу. Вот подобно сейчас что-то происходит. Но что фрешмена всех могут замечать. Мы совершаем самые тупые ошибки, которые заставляют других смеяться. Например, мы когда сидим в классе, большинство из нас привыкли поднимать руку и такие, а можно нам отлучиться в туалет. Здесь так не делается. В универе, как, наверное, и в России, я думаю, ты не поднимаешь руку, ты просто встаешь и уходишь. Во время разговора, во время проекта или неважно вообще, что происходит, ты просто встаешь и уходишь. Но многие до сих пор так продолжают поднимать руку, говорить, может, у меня отлучиться. И все-таки профессора такие, не смей даже меня, если еще раз так спросишь, я тебя исключу из класса. Поэтому фрешмены — это тот период жизни, когда вы познаете что-то новое и делаете ошибки практически на каждом шагу. Также именно в моем университете, в SCAD, фрешмены получают такую привлегию, как First Year Experience класс. Это один класс в неделю, у меня это во вторник, длится всего лишь час. И на этом классе приходит весь стаф администрации SCAD и дают свою речь. То есть, например, презентацию там, как использовать автобусы, как можно поменять свои классы, как можно сделать свое личное расписание. Говорят про какие-то SCAD Apps, приложения, которые помогут нам изучить и понять жизнь, как студент. И также вообще какие-то нюансы, чтобы мы понимали. То есть, это специально именно для фрешманов один год. На этом классе у меня есть специальный адвайзер. У меня есть их три, кажется. Один — это Successful Advisor, что будет помогать мне изучать, как мне менять свое расписание. Или если у меня какие-то вопросы насчет моих уроков или у профессоров, я обращаюсь к ней. А также у меня будет Career Advisor. Это тот адвайзер, который будет помогать мне находить вакансии на работу. Что, в принципе, я сейчас получаю на свое e-mail. Она мне все время присылает e-mail, что вот вакансия, которая может тебе понравиться. Если хочешь, ты можешь поработать на кампусе или то или другое. Но она в то же время говорит, что не в этом семестре, а в другом. Потому что у фрешманов в первом семестре нет особо привилегий, например, работать. Особенно на кампусе. Потому что, когда вы устраиваетесь здесь на работу, вы должны предоставить свой GPA. GPA — это оценки. А так как мы фрешманы, у нас еще таковых оценок нет. И попасть на работу — очень маленький шанс. Также у меня есть третий адвайзер. Это RA, который живет на самом деле со мной в общежитии на одном этаже. И она отвечает за вопросы по общежитию. Например, если мне не нравятся мои соседи, или я хочу переехать куда-то, или же слишком шумно, что-то сломалось в комнате. И она будет тем человеком, который будет отвечать. И мне не нравится такая штука, что с каждым адвайзером нужно связываться на разных приложениях. То есть с моим по общежитию нужно идти в GroupMe, с другим нужно на почту, с третьим нужно вообще пройти полгорода, чтобы встретиться вживую. И это иногда напрягает. И эти адвайзеры все втроем пытаются сделать мою жизнь намного круче и лучше в Скаде. Ну, так написано на бумажке. А сейчас я нахожусь на резиденции колледжа. И на самом деле это не моя резиденция, это резиденция, которая находится по соседству с моей. И она называется Hive. У каждой резиденции есть свое имя. И Hive в переводе означает «Улий». Так как наш университет говорится как «Go Bees», «Мы пчелки». И на данный момент мы в Улии. Сзади меня находится название колледжа Скад, что означает «Savanna College of Art and Design». И это одна из наших локаций, где живут студенты. Также у нас есть гаражи. Они находятся вот здесь и вообще под каждым университетским зданием. Это, знаете, когда у каждой школы есть свой символ, например, тигры, орлы, «Мы пчелки». Но я не совсем уверена, что у нас есть футбольная команда, потому что это художники и дизайнеры. Никто не умеет тут играть в спорт. Тут вот эти большие здания. Это комнаты студентов. И на самом деле здесь живет очень много моих друзей. Я, к сожалению, не живу с ними. И у них эти комнаты выглядят как апартаменты. То есть две комнаты, четыре человека. И у них есть еще ливинг-зал. Также под каждым зданием есть своя парковка, за которую не нужно платить, что очень хорошо. Но, как ни странно, многие студенты все равно не берут с собой машину, потому что это затратно, это неудобно. В большом городе, как Саванна, везде тебя штрафуют, если ты припаковался где-то неправильном месте. И также бензин очень дорогой. Плюс у нас есть тут собственные автобусы, которые довозят до наших академических зданий. Поэтому иметь машину здесь вообще не круто. Как странно бы не звучало. Поэтому все тут в основном без машин. У нас много студентов. Они любят на окна вешать какие-то значки, типа из стикеров сердечки, или же там хай писать, или кто-то покемонов собирает там. А это декоративные стулья, на которых студенты могут делать свою домашку, или просто чилить спать. Но я бы не советовала, потому что подушки тут грязные. Плюс я не совсем понимаю смысл таких больших стульев, но они выглядят прикольно, так как это школа искусств. Здесь очень много нестандартных вещей. Это самое крутое место. Мы там на самом деле с девочками запланировали поесть ужин однажды и почилить. Боже мой. Вся прелесть таких штук здесь, что они не только в одной резиденции находятся, они также находятся и в любом академическом или просто здании SCADA. В той же библиотеке очень много таких стульев яиц, которые шатаются, и на них просто чилят студенты там в компьютере, что-то печатают. На данный момент мой мейджор направление в кавычках. Это фильм и телевизион, связанное с фильмом. И конкретно тут нет, что я пойду на директинг, то есть на режиссуру. Тут конкретно не говорится. Я буду изучать все, одним словом. И таким способом мне это приведет к режиссуре. Но опять же-то, это зависит от универа. Конкретно в моем универе я уже говорила, что у меня нет никаких опций выбрать именно классы, связанные с фильмом, изучение вообще, что мне там делать. Я это смогу сделать во втором семестре. И то, опять же, не все классы я могу связать с фильмом. Я могу выбрать только, наверное, один или два класса, которые будут связаны с этим. И то не факт. Надо об этом еще узнать со своим инвайзером. Конкретно это мне не нравится. То, что я должна взять сначала foundation classes. То есть такие, как рисование, дизайн. Эта школа больше всего известна по тем, что отсюда выпускаются известные дизайнеры, иллюстраторы, аниматоры, а не фильм, продакшн. Поэтому я планирую, возможно, пойти трансфер в другой универ на следующий год. Но это только пока что идея. Это не мой нечеткий план. Сейчас, на данный момент, я точно не могу сказать, что я конкретно изучаю про фильм и телевизион, так как у меня нет доступа к своим классам еще. Но я слышала, что большинство студентов, кто пошли на фильм и телевизион, они переедут в Атланту, потому что также скат находится в Атланте. Это в 4 часа пути Горд большой в Джорджии. Там большинство именно связано именно с фильмами. Там есть студии, где можно практиковаться, там есть аппаратура. Поэтому, возможно, я туда поеду. Но это пока что, опять же, ничего не знаю, пока пытаюсь просто понять систему, как работают универы и вылиться в жизнь. На данный момент я явно не планирую стать режиссером сразу же после того, как я выпущусь из-за универа. То есть это явно не первое, что стоит у меня в планах. Это случится явно не скоро еще, может, через где-то так 10, возможно, надеюсь. Конкретно сейчас у меня в планах просто найти свое место именно, куда я могу найти коннекшн, связи, с кем я могу коллаборироваться, какие проекты я могу создавать. У меня, на самом деле, я нашла несколько парней тут, которые тоже пошли на фильм и телевизион. Я пытаюсь общаться как-то с ними. Мы обсуждаем какие-то проекты, которые мы бы могли сделать. И это больше всего, конечно, какие-то маленькие проекты, но эти проекты мы будем выставлять на Film Festival, что в Саванне очень известное, и вообще не только в Саванне, а в других происходят и странах, когда показывают новичков короткие фильмы. И благодаря этому вас могут заметить другие какие-то шишки, главные в этой индустрии, и начать с вами сотрудничать. Поэтому на данный момент я планирую начать развивать свой американский YouTube-канал, чтобы он мне приносил какой-то заработок. Также потом начать развивать именно свои связи в индустрии фильмов и встречать людей. На самом деле, у меня уже был опыт в съемках коротких фильмов. Я помогала своему другу, который в следующем году будет переводиться в эту школу. Он тоже идет на режиссуру. И тот проект, который мы создали летом, я, кстати, на своем канале буду об этом говорить чуть больше, нас ушло где-то примерно неделю съемок просто весь день, где-то 12 часов мы допоздна снимали с аппаратурой специально. Я снимала какие-то бэкстейджи, даже я это покажу. И я в этом фильме тоже нахожусь. Я играла криповую девочку целых 2 секунды. Но я была больше бэкстейдж, помогала со звуком и с раскадровкой. Поэтому уже какой-то опыт есть. А что про зарплату? О, боже мой. Мне кажется, это еще так далеко находится, что я совершенно не знаю, как моя жизнь повернется и куда меня занесет. Я, честно сказать, не знаю, но я надеюсь, что я буду получать где-то 60 тысяч в год, хотя бы в начальных стадиях или что-то такое, примерно в таких суммах. Но я совершенно не знаю, как повернется моя жизнь после проживания одного года в универе. Возможно, я кого-то встречу. Возможно, я перейду в другой универ. Возможно, не знаю, прилетят инопланетянины и увезут меня на свою планету. Поэтому мы не знаем, что самое, наверное, страшное. Я живу сейчас в моменте и не совсем понимаю, как выглядит мое будущее. Я не знаю, это хорошо или плохо, но это факт. Крутая машина сзади меня, да? Надо подружиться с теми ребятами. Connections. Это только что было то самое животное, которое придает тебе ментальное здоровье. И в университетах так можно делать. Типа ты пишешь специальную бумажку доктору, он одобряет это, и у тебя будет свое домашнее животное, которое помогает тебе держать свои нервы в силе. Сейчас время обеднее, поэтому вылазят все студенты из своих коморок и показывают всю свою сущность необычную нам. Поэтому самое время посмотреть, что происходит в секретных местах. Одно из секретных мест – это кафе Starbucks. Но оно не называется Starbucks, потому что здесь бы стояла длинная очередь, поэтому очень мало кто знает, что там продают Starbucks кофе. Это секретно. И мы можем заказать это только онлайн через телефонное приложение специальное. И по соседству с кафе у нас есть спортзал Scott Fit. Я там не бывала, но меня заставляют туда пойти. И на самом деле у меня есть класс, который называется First Year Experience, в котором я должна посещать какие-то мероприятия от SCADA, и он только у фрешменов, то есть у первокусников. И моя одна из домашних заданий – пойти в этот спортзал, сделать фотку и сказать «Я была там, покачала свои баночки». Но я такого делать не буду. Я, кажется, могу и так. А нет, не могу. Я застряла. Косточки болят. О, боже. Знаете что? Я не пойду в спортзал только по одной причине. Все, кто туда ходит, выглядят очень неловко. Это вот правда. О, я нашла. Я ноготь нашла. Чей-то. Вся проблема в том, что, когда ты ходишь в спортзал, это выглядит очень неловко. Все на тебя смотрят, и ты не знаешь, что делать. И ты такой, типа, о, 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 и. Это просто сама неловкость ситуации, вот и все. А здесь у нас кафетерия. Здесь больше всего скапливается студентов, потому что это самые знаменитые кафетерии из всех наших резиденций. Так как у меня лично на резиденции нет кафетерий, я иду через мост сюда, а кто-то сюда ездит на автобусе, поэтому мне еще даже повезло. И здесь обычно я тусуюсь на брейках после классов, потому что у меня брейк где-то 3,5 часа, и обычно после первого урока я иду с друзьями здесь кушать обед, потом возвращаюсь в dorm и иду опять в класс. Ну а сейчас я расскажу, как проходит мой учебный школьный день. Школьный? Знаете что? В Америке называют университеты schools. Тут нет ничего такого, типа, все, что есть академическое образование, это school. И не важно, это университет, колледж, это просто school. Так вот, как проходит мой один день в университете. Так как я говорила, что у меня нет опции выбрать уроки, мне адвайзеры и вообще, кто занимается моим расписанием, решили поставить все утренние классы. Это самое ужасное, что можно делать в универе. Идти на утренние классы, это все ненавидят, все говорят не делать так. Я встаю каждое утро где-то в 6.40, одеваюсь, мне нужно сходить в кафетерию, что-то перекусить. Потом иду на автобусную остановку, жду автобус, а там конкретно расписание, в какое время автобус приходит. Сажусь на автобус, выезжаю. И это тратится где-то 15 или 20 минут, потому что мы останавливаемся еще, или что-то случается по дороге, по жизни, потому что это больше город Саванна. В понедельник первым уроком это спикиновая DS-класс, что, грубо говоря, просто класс, который учит вас говорить, давать речи, презентировать себя в лучшем образе. И на самом деле этот класс является моим самым любимым, потому что профессор, она полностью на чили, она в первый же нам где-нибудь сказала, вы можете сидеть под партой, спать в ноутбуке, в телефоне, но главное, типа, просто понимайте мой материал и сдавайте проверочный на хорошую оценку. Это все, что я от вас требую. Также мы будем делать мини-проекты с группами, и как раз на следующей неделе я буду делать проект с группой студентов, презентацию про current event, который произошел на прошлой неделе. Current event — это какая-то новость события. И также в понедельник мне еще нужно подготовить речь про себя и прорекламировать там что-то, что у меня есть в жизни. В общем, в основном это тот же класс, что я имела в школе своей, в ретари-класс, витарика, ничего нового. И он, на удивление, длится 2,5 часа, поэтому мне иногда тяжело выдерживать такое длительное время. Потом у меня 3,5 часа идет break до второго класса, который начинается в 2 часа, и он тоже 2,5 часа, и это drawing-класс, где я рисую в студии. И на данный момент мы сейчас рисуем на 3 more days, still live. Я просто весь день на чиле, мне домашние сильно не задают, как в моей школе. Мне кажется, куда бы я сейчас вообще не попала, я буду всегда на чиле, потому что моя старшая школа буквально убила меня именно своим образованием и подходу, как нужно, что завалила домашкой, тестами. Все буквально тогда я говорила в прошлых выпусках, что я ложилась в 4, в 3 часа ночи, и это была не только я, это была норма для всех старшеклассников. А здесь я буквально высыпаюсь, и я в шоке от этого, потому что классы не такие уж тяжелые, домашнего сильно нет. Единственное, мне не нравится мой дизайн-класс, он у меня только по вторникам и четвергам, в 11 часов, а после этого у меня опять свободный день. В среду у меня повторяется расписание, как в понедельник. И в дизайн-классе, не знаю, возможно, я просто не дизайнер, но профессор иногда требует того, что я не совсем понимаю, что мне нужно делать, и это иногда запутывает меня. Также мой профессор, она на самом деле умеет говорить на русском языке, и у него есть акцент очень сильный. Для меня это было неожиданностью встретить человека, который умеет говорить на русском языке, да еще и моего профессора. Ну, как бы там ни было, я не совсем люблю тот класс, потому что все время много каких-то проектов, нужно сделать то, распечатать то, уметь в фотошопе что-то делать, уметь. Я думала, что когда я приду в эту школу, меня будут учить, как делать вещи в фотошопе. Оказывается, нет. Меня просто задают домашнее в фотошопе, и я должна понять фотошоп и сделать свое домашнее в фотошопе. Так вот, куда я деньги трачу, чтобы смотреть YouTube-видео, как пользоваться с фотошопом. И вы спросите, что же насчет пятницы? А в пятницу у меня нет уроков. Как и в большинстве американских универах, тут пятница является учебным днем, но и не учебным днем. То есть у нас нет классов, но все студии открыты, и ты можешь туда ходить, рисовать, доделать свои проекты, что в принципе я и делаю, потому что это как задание, если вы что-то на каким-то проектом работаете, у вас конкретный лимит часов, сколько, да что, и 4 часа вне класса вы обязаны потратить на проект. А в воскресенье, в субботу, что же я делаю в эти дни? Я делаю какое-то маленькое домашнее задание, если оно у меня есть. А оно у меня начинает появляться, ну, не так много. Я просто отдыхаю, чилю. Прям как-то нелегально иметь свободное время. Ну, в основном как-то так дни мои проходят. Как-то скучно. А здесь у меня самое любимое место – это зона пляжа, где обычно студент приходит расслабляться, делать домашнюю работу, разговаривать с родственниками по фейстайму. И мое именно любимое занятие – это просто после длительного урока, который длится 2,5 часа, это усеться и просто так… Расское наслаждение ощутить. Здесь у нас зона спасательной будки, прям как в Майами. А здесь у нас именно уже зона пляжа, где есть настоящий песок и гамаки. К сожалению, воды нет, но звуки воды есть, поэтому можно ее представить в голове. Это же школа искусств, поэтому воображение наше – все. Здесь обычно я провожу свои прямые эфиры на YouTube. Здесь спокойно. Там отдыхают люди, которые загорают, и мы сейчас в камеры придем, будем им мешать. Моя жизнь слишком скучная. Как я отдыхаю? Обычно я монтирую видео, которые не выходят уже, наверное, сколько? Три месяца на YouTube. Я их монтирую, но они все не выходят. Что же еще я делаю? Иногда я встречаюсь с друзьями. Как ни странно, у меня есть друзья. Моя фишка в том, что я начинаю знакомиться со всеми экстравертами, чтобы они меня знакомили со всеми людьми. Таким образом, я одеваю какую-то фейкую на себя маску, притворяясь, что я тоже какой-то крутой тут чувак, и тушу со всеми тут. Но на самом деле, я пока что еще не нашла здесь именно настоящих каких-то друзей, и это иногда заставляет меня чувствовать одиноко, и как-то беспомощно здесь иногда. Я думаю, что это просто адаптация, и у меня сейчас второй этап, когда я все вижу в негативе каком-то, хотя за спиной у меня пляж, да, какой-то негатив. Но та самая штука, что внутри тебя как-то все плохо, и ты такой, блин, одинокий, но внутри, ну, снаружи вроде бы все такое яркое и солнечное, поэтому это странное ощущение. Мне очень тяжело здесь общаться и находить друзей хороших, потому что это школа искусств, и тут очень много фриков на самом деле. Кто бы мог подумать, я тоже как фрик вроде бы вела себя в своей школе, но оказывается, я еще нормальный человек. Как я отдыхаю? Я сплю, откровенно говоря. Я реально много начала спать, и именно поэтому я начала лучше выглядеть сейчас, более здоровой. Все. Я не знаю, как мне отдыхать, что мне делать. На тусовки я не хожу, моя соседка ходит на тусовки все время, возвращается в 3 часа ночи, потом говорит, Маша, можно с тобой поговорить, и я такая включаю personal therapist, в 2 часа ночи я такая... Travelworks заставляет меня думать, что моя жизнь на самом деле очень сильно скучная. Задумывалась, что я делаю в своей жизни? Что я с ней вообще делаю? Я хожу по городу. Я очень часто, особенно по вторникам и четвергам, не использую автобус, потому что, о боже мой, там ад целый, ужас, киасно, находится перед автобусами, их очень долго ждать тоже, поэтому я решаю просто проходиться по городу, и иногда я заворачиваю не туда, куда нужно, не в те нужные, а в безопасные зоны саванны, и я такого фана, чуваки, не туда попала. Саванна это большой город, и он является как бы и безопасным, но в то же время небезопасным, то есть приключения, носовый персик можно тут найти, с легкостью, как обычно я и делаю. Но для этого наш инвеститор предлагает такие слуги, как security sky, то есть есть специальная машина и приложение, где ты говоришь, hey, типа, довезите меня до этого билдинга, до этого здания, чтобы я была в безопасности, и они приезжают за тобой и довозят тебя. Или же ты говоришь, hey, чуваки, вот я пойду сейчас из своего общежития в библиотеку, проследите, чтобы со мной ничего не произошло, и они будут следить, пока ты дойдешь до библиотеки. Так что задался вопросом, почему я это не использую? Надо использовать. Я часто могу ходить здесь по городу, изучать локации новые. Также я очень рада, что здесь очень много крутых магазинов, потому что в моем городе, откуда я именно в американском приехала, там деревня, деревня, поля и коровки, а здесь буквально жизнь и люди. Каждый день я слышу здесь сирену, поэтому все время такое, господи, что тут произошло. У нас недавно был пожар, кстати, в общежитии. Там дым бы приезжали, пожарники, все было дело, шумело, и я такая, о, контент. Я часто могу также ходить по каким-то кафе. Я недавно была в кошачьем кафе. Я заплатила 15 долларов, чтобы туда попасть, и туда нужно резервировать, бук делать, то есть ты резервируешь свое место, так просто не попадешь. И знаете что? Я поняла, что моя кошка на самом деле меня любит, потому что те коты были худые, они наплевательски ко всем относились, и я так, я заплатила 15 долларов, чтобы пойти и просто посидеть одна, потому что коты там были какие-то жестокие, они меня поцарапали. На этом все, да, так и отдыхают. Возможно, вы делаете это лучше. Поступить в США реально, и это главный вариант эмиграции для того, чтобы в последующем жить и работать наравне с американцами. Узнаете, какой вуз подойдет под ваш бюджет, возраст и уровень языка на разборе с одним из экспертов Travelworks. Наша компания работает напрямую с американскими колледжами, университетами и школами, а также поможет зачислить вас на языковые курсы и подобрать стажировку в США. Кстати, записаться на консультацию можно по ссылке к этому видео. До встречи в Америке! А тут наш мост, и он соединяет две резиденции, мою и Hive. Пошли в мою. Для безопасности у нас на каждой резиденции и в каждом академическом здании существует маленькое ККП, где мы прислоняем свое ID специальное, которое только у студентов и у профессоров. что мы делаем? Мы просто подходим, мы пикаем его и также часто спрашивают показать фотографию и сверить, то есть просто пикнуть недостаточно, нужно еще сверить личность. И вот наконец-то мы попали в мою резиденцию, которая называется Turner House, период которого я совершенно не понимаю, не знаю. и что здесь находится? Он у нас, во-первых, старенький и вообще по историческим меркам раньше здесь был отель, потом скат его выкупил и перестроил это здание в общежитие. Вот так вот. И вообще изначально в этих комнатах должно жить где-то по два студента, но, к сожалению, в этом году очень много было поступающих и поэтому в комнату поставили еще одну кровать, поэтому живут три человека. I'm sorry, wait, 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 погоди, 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 ты говоришь по-русски? Да, я умею говорить по-русски. Я родилась тут в Америке, но моя мама из Керчи, Крым, и она мне научила говорить по-русски. Это просто... Я просто думала, что я единственный, кто тут умеет говорить на-русском. Нет, 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 я встречала еще одну девушку в классе, или не забыть Вероника. Вероника, приятно познакомиться, боже мой. Ты меня только что просто как будто... Ты как ангел прямо. Я сначала даже не поняла, что это было по-настоящему секунду. Ты учишь в Инстаграм? Да, конечно. Я тебе просто сейчас буду... Не убегай. Господи. Прости, у меня шок. Я так рада сейчас, ты не поверишь, я слишком рада сейчас. Я нашла человека, который знает тоже что-то про русский язык. У меня аж все руки трясутся. Все, я на тебя подписалась тоже. О, боже мой. Мы можем тогда как один день встретиться пообедать вместе? Конечно, мы обязательно это сделаем. Это было приятно познакомиться. Это русская девочка. Она, конечно, родилась здесь, но у нее мама по-русски говорит, и я так... Ее зовут Вероника, и тут еще одна девочка есть, которая умеет на русском говорить. Пока. Пока. Привет. И это моя комната. Ю-ху. Здесь мой личный уголок. Мы... У нас... Перед тем, как мы заехали в эту комнату, мы с соседками нашли друг друга и расписывались, говорили, кто какой угол хочет занять, и я хотела самый далекий от всех подальше. И они с этим не спорили, что очень хорошо. Хочу сказать просто вещь как факт, что все мои заработанные деньги на работе летней, и я потратила на обстановку своего общежития. Это сумасшедствие, как дорога все покупать. Кажется, я бы нарушила несколько правил русского языка, но все равно. Здесь у меня кровать, и в американских университетах есть такая, так скажем, стандартная деревянная кровать, которая может изменяться по размеру. Например, у меня она самая высокая сейчас, и да, я специально купила подушку на Амазоне, чтобы не свалиться вниз, потому что я, однажды свалилась, и это было не очень хорошо, было больно в моей спине. Маме не говорить об этом. И чтобы мне было удобно, я купила себе такой мини-стой, чтобы я сюда могла взять зарядку, в воду положить, еще что-то. Также эти кровати мы хотели сначала поставить их на дружку, чтобы была двухэтажная кровать, но потом я такая, йоу, девочки, мы такого точно не будем делать. Если будем, то точно я не буду наверху, потому что это капец, как неудобно. В предыдущем выпуске Треллворкс, кстати, посмотрите его, я говорила, что я одиночкой не хочу жить ни с кем в комнате. Мне не понравилось то, что вы должны жить с кем-то в комнате, то есть не всегда есть шанс жить одной, а я человек тот, который бы, наверное, был не способен жить с кем-то, то есть я люблю одиночество. Как смешно. Смешная шутка. Но жизнь, на самом деле, не дает тебе выбора большого, типа будешь ты один жить или с кем-то, она просто тебе говорит, вот тебе две соседки, живи с ними. Точка. Все. Меня эта новость не обрадовала, но я не могу ничего здесь поменять. Я обязана жить с соседками, особенно если ты фрешмен, ты обязан жить с кем-то и вообще жить, и у тебя нет такого шанса, что ты будешь вне кампуса жить. То есть это практически ты обязан прочувствовать этот период студенческой жизни. Буквально так тебе говорят здесь. И когда я впервые познакомилась со своими соседками, я очень этого боялась, потому что, блин, с незнакомыми людьми жить в одной комнате. Но как ни странно, мне очень повезло со своими соседками, потому что какие истории я слышу от своих друзей, приятелей, я такая, боже мой, у меня действительно прямо золотце, потому что они не проникнивают в мое личное пространство. То есть мы не пытаемся доставать друг друга каким-то разговорами. Если мы хотим поговорить, пошутить вечером, мы можем это сделать. Если мы этого не хотим, мы не будем доставать друг друга. Сама изюминка в том, что у нас у всех разный образ жизни. То есть одна девушка, она любит у нас ходить на вечеринки, и меня часто туда приглашала, но я отказываюсь. И она такая, ну в следующий раз ты пойдешь, я такая, нет, возможно, никогда. И другая девушка, она тоже как я, любит, она более спокойная, она все время там что-то креативит, у нее очень богатый мир, и она любит делиться своими какими-то жизненными историями. Но опять что, у нас разные именно какие-то взгляды на жизнь, и мы навряд ли бы в обычной жизни были бы какие-то подружки. Такое продолжим про мою соседку вторую, которая любит туц-туц-туц. И она, кстати, иногда вейпит в комнате. Это секрет, и никто об этом не должен знать, но я вам его рассказываю, так как за курение и вообще вейп исключают из университета, поэтому мое одно слово и все, ее исключат. Я не знаю насчет тебя, возможно, у меня тоже, потому что я это держала в тайне. Так вот, моя соседка любит много ходить на вечеринки, и однажды она пошла на ту вечеринку, которая находилась вне кампуса в какой-то квартире, и соседи позвонили копам и такие, йоу, чуваки там слишком много шумят, и делают какую-то фигню непонятную, приезжайте, разберитесь. и вот так она повстречалась с копами. Она вроде бы успела как-то избежать этой ситуации именно плачевной, но все равно была такая неприятная штука в жизни. И я такая, воу, девочка, аккуратнее там. И также она часто приходит домой в 3 часа ночи, бывает такая, Маш, мне нужно с тобой поговорить, личный терапевт нужен. Ну и я такая, да, конечно, что тебе? Случилось у тебя в жизни опять? Вот там какие-то бойфренды, уже на второй неделе татуировку сделала за 100 баксов, я такая, вот есть же выводить деньги, да? А ты тут лапшой заваренной питаешься. А тут у нас умывальная зона, и мы хотели купить какую-то маленькую шторку, чтобы закрывать ее, так как здесь все-таки зубные щетки, крема для лица, и не хотелось бы, чтобы это пылилось. Это моя зубная щетка. Я купила вот эту штуку защитную от бактерий. За 3 доллара, за 3 доллара. Использовали я ее? Нет. Здесь у нас тоже всякое, так скажем, мыльно-рельное барахло, которое никому не интересно. Там у нас уже чистильные chemicals хранятся для туалета, полов, еще что-то, водоуборка. У нас, кстати, есть расписание, что кто делает. Я, например, убираю санузел и раковину чищу, другая девочка на пол моет, и другая выносит мусор и меняет нам как это правильно, воздухочиститель называется. Он тоже идет в этой комнате, потому что в саванне очень тяжелый воздух, если так можно вырезаться. И поэтому у нас вот здесь уже в комнате шел такой прибор, который очищает воздух. Или же добавляет больше свежести и влажности. Здесь мой личный уголок тоже зеркало. Я подготовилась к универу, я заказала эти листики тоже на веб-сайте. Я такая, боже мой, я их специально заказала именно для своего универа. Тут зеркало, которое использую только я, к сожалению, и оно очень волшебное, оно странит тебе. И тут маленький мой уголок. И книжка, которую я решила прочитать. Кто знает, тот знает. Этот кактус я сделала сама. Возможно, этот момент вырежут, но это творение я сама сделала. И тут хранится вся моя бижутерия. На самом деле, мой YouTube-канал это как козырь в рукаве. Я пытаюсь не показывать, не говорить о нем на каждом углу. Только такие уже более-менее компании, которые у меня есть, которые я называю, что, блин, с этими людьми я точно должна иметь связи. Потому что в моем классе учится парень, тоже на фильм телевизион пойдет, и он копия Эндрю Гарфилд. И он копия Человека-паука Эндрю Гарфилд. Поэтому он у нас становится крашен во всем универе, а я с ним друзья, и он сидит сзади меня, а я такая. У меня с ним проект на следующей неделе. И также у меня есть подруга, у нее мама русская, точнее, степ-матра у нее русская. Она знает много штучек про Россию, там, еда, и у нее даже татуировка, то есть, на русском языке. И она очень милая, и она копия Нэнси из сериала Stranger Things. Странные дела. Просто я сделала фотографии в Инстаграм и выложу, и я, как Аня Трелл Джой, такая, ребят, ребят, мы должны с вами всегда в контактах быть, и они такие, и потом я такая, про Ютуб свой канал сообщила, они такие, привет, ну, меня зовут так-то, и они такие, вау, Маша, у тебя Ютуб канал есть. Когда все, кто узнает на меня, подписывается в Инстаграме, видят, что у меня 20, сколько тысяч подписчиков, и такие, ты знаменитость какая-то, я такая, потому что Ютуб канал, это такая штука, которая мне, наоборот, помогает закрепить связи, а делиться со всеми подряд, и потом не знать, кто из них хороший человек, а кто плохой, Ты так и не узнаешь Потому что я так в школе уже поснимала И плохих, и хороших Потом у меня закадровые отношения Не совсем были сладкие Ютуб это и знаменитость еще та штука Поэтому я ее всегда придерживаю в рукаве И мало кто знает, что я знаменитость здесь Ну как знаменитость С аудиторией 225 тысяч Хватит, хватит мне соль на рану Хватит прекратить Ютуб приносит мне копейки То есть он не совсем умер Умер, что ноль монетизации Меня все-таки не только с России смотрят Меня несколько людей с Южной Кореи смотрят И вообще с маленьких странах откуда-то И эти маленькие страны Дают мне какую-то маленькую копейку На которой я не смогу прожить вообще Но смогу купить молоко в магазине Тут уже находится другая зона моих соседок Одна из них уехала сейчас Но она завтра должна вернуться У них тоже какие-то декорации на стенах Много очень Art supplies Буки всякие Потом бумага Карандаши Пластики Также у этой соседки Вы можете видеть разницу И она приехала из Порта Рика Хочу заметить То есть вы Понимаете, что она заказала все эти коробки Которые ехали за ней на самолете У нее очень, походу, богатые родители Потому что, боже мой Нам до сих пор приходится Амазон на коробки каждую субботу Я так про себя думаю Девочка, ты с этого целую комнату прям делаешь Хотя у нас универсия заканчивается уже в ноябре Где-то 17 ноября мы должны выехать И я такая Ну ладно В общем У нее В общем все прям эстетик-эстетик Горл она у нас Но у нас также еще и парень-горл Поэтому к нам часто могут приходить ее друзья Тусить в комнату И мне это не очень нравится А тут скромненький мой столик Я могу сделать маленький обзор Сейчас, сегодня точнее Я должна закончить вот этот проект Многие спросят Маша, ты же поступила на фильм и телевизион То есть в индустрию Там, где рисовать не нужно А вот Чуть позже я вам расскажу Почему я этим занимаюсь И также это для дизайна проекта Мы делали свой собственный элемент Но мне нужно их перепечатать Потому что профессору не понравился размер И я такая А печатать тут тоже деньги стоит И так понятно Тут мой ежедневник Представляете Я начала вести в ежедневник Вот что делается на взрослая жизнь Ужас И тут написано все мое целое расписание Не то, что я умная Но я такая Блин, мне кажется Время пришло Я начала ее читать в 10 классе Закончила где-то вот здесь И такая Знаете что Думаю, что я продолжу ее спустя Несколько лет спустя И вот Я так ее пока что не начала прочитать Но нужно Также Я хочу об этом сказать Известные скетчбукинг И Bristol paper Листы Которые продаются Во всех мировых магазинах Известных Для рисования Вот эта картинка Эту картинку Рисовали студенты В классе Которого я сейчас учусь И то есть Я это тоже сейчас рисую И есть возможность Что моя картинка Тут тоже будет Я кстати В топ-3 лучших студентов Класса по рисованию Несмотря на то, что я вообще не знаю Как рисовать И меня не приняли В художку в России Вот так вот На самом деле Я могу показать проект И показать проект И тут на самом деле Очень жестко оценивают Типа Вот эту работу Наверняка оценят Где-то Не знаю На 88 Или меньше Потому что Учитель каким-то образом Профессор мой Думает, что у меня был Какой-то опыт по рисованию И я такая Чувак, нет У меня нет опыта по рисованию Я просто стараюсь Вот и все И он меня жестко оценивает Потому что Он думает, что у меня что-то было За бэкграундом В России Я ходила в какую-то школу И я такая Тан-тан-тан Нашла Он не законченный Только посмотрите Я час только сделала Чтобы вот эти всякие линии Здесь прорисовать А вот здесь Ну тут не видно Но я там прорисовывала Линии карандашом Вот так вот И сейчас мы рисуем То же самое Только с другого ракурса И за вот эту работу Мне поставили 88 баллов Моя гордость задета Очень сильно И так же я сделала Пост для своей речи Которая будет В понедельник Я буду говорить Про свой ютуб канал И говорить Я у чуваки И хотите коннекшнс Подписывайтесь на мой ютуб канал И мы будем с вами сотрудничать И вот так я нахожу связи Это моя панамка Сейчас сейчас самое основное У меня мама задалась вопросом Маша, ты не боишься, что у тебя там что-то украдут Или еще что-то Я такая Точно не у меня Если у кого красить То это у соседки по соседнему столу У меня здесь, конечно, можно украсить Все, а на это вот это Мотивацию дает мне прожить На данный момент у меня всего лишь 4 класса Один это лекции ведутся Два это студия класс Где я действительно работаю в студии Как дизайн класс и рисование А лекция это просто speaking of ideas То есть мы просто говорим в этом классе Мы смотрим какие-то новости Мы обсуждаем вещи Работаем в группе Иногда мы играем в игры Которые помогают нам раскрыть себя Но мне кажется, моя школа уже это все сделала Поэтому я чувствую достаточно легко в классе Открыто Мы играем в такую игру, как реклама То есть мы находим предметы В группе решаем, как его продать Добьем ему другое имя, название Делаем маленький скит То есть ролевую такую сценку И саму рекламу И 4 класс это только для фрешманс Это вот этот first year of experience Это когда вам просто посвящают в жизнь университета Как студенты И говорят Какие у вас есть возможности Куда надо идти Обращаться Говорить И все в этом духе Что в принципе хорошо Но в этом просто нужно время, чтобы отзабраться Именно что-то Феерическое и удивительное Я не узнала пока что в классе Чтобы я такая Воу Что я этого не знала Или что-то еще Такого еще не было Я надеюсь, что это впереди Потому что не зря же я плачу деньги сюда А здесь у нас Garden То есть огороды У нас есть тут перчики Картошка Помидоры Даже какая-то ягода Но на самом деле Это просто клуб садовников Я не в этом клубе Определенно нет Но это что-то вроде Терапии Которые здесь говорят Что цветы помогают вам успокоиться Расслабиться Хотя я уже не знаю Куда тут более расслабляться И так сильно учебы нет Но Это не самое основное здесь Самое основное Это И туда приходит Вся почта С Амазона От родителей Еще что-то Да все подряд И обычно Мы застали Очень редкий момент Когда здесь никого нет Я когда проезжаю После классов Здесь очередь Буквально идет до дороги И тут я стояла Помню тоже однажды Сказала что-то С Амазона Себе столик И я тут простояла Два с половиной часа Без всяких шуток И преувеличений Буквально вот Все заказывают Все каждый день Но вчера у нас был ураган И поэтому Все скат сервис закрыты Сегодня солнце светит Но у всех выходной Поэтому Тут пусто Аллилуйя Я тут посажу Свою картошку Чтобы Показать Вот она Подписчики мои Для вас место в огороде сделаю Они же у меня картошки У вас наверняка возникает вопрос Почему я выбрала именно этот вуз В котором больше именно известен Сфера дизайна и анимации А не фильм Я вам скажу Жизнь непредсказуемая штука Это был тот самый вуз Который я сказала Что вообще даже не хочу подавать Какая ирония, да? Но я подала туда Потому что просто Многие вокруг меня Окружение То есть мои родители Включая именно Мою сводную семью Школа, учителя Все были Очень настойчивы На том, что Я пошла бы сюда Все очень сильно давили Что тебе нужно идти туда Хотя я хотела И я поступила В крутые Фильм Школы То есть университеты В Калифорнии В Лос-Анджелесе То есть там Где есть связи Да? Голливуд Также я поступила На севере В большие города Один из них Я помню Бостон Но там было еще несколько И мне там дали Хорошие скроллшипы И я могла туда пойти Почему я не пошла? Спросите меня Почему я это не сделала? На самом деле Я И вся школа моя Знала, что я пойду в Калифорнию Я сделала свои выборы На Лайоле То есть я должна была Пойти в ту школу Я Был июнь месяц И я уже шла в ту школу То есть уже все 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 знали Я готовилась там уезжать Мама Все, все морально Но потом в один момент Понимая, что я не смогу Осилить проживание И оплату за проживание И вообще жизнь Так как я никогда не жила Именно отдельно от родителей В другом штате Да еще такое, как Калифорния И все на меня давили И пугали, что я там Помру уже на первый день Меня это очень сильно Потрясало И буквально То есть Я помню Каждый учитель подходил И говорил, что Когда нам за тебя Уже молиться надо Начинать Настолько На меня давили Кто-то даже сказал, что Если ты знал, что Если произойдет землетрясение То Калифорния пойдет Ко дну первой И просто потом учитель шел Я так О, какая поддержка И на этой Печальной ноте Я такая Ладно Меня сломали Я пойду в скат Так как это близко К Алабаме Если что Мне может помочь Мама В любое время Приехать Как-то разобраться В ситуации Несмотря на то, что Это не моя школа мечты И я помню, как я сильно Много плакала Когда мы приняли решение Что я не пойду В калифорнийскую школу У меня прям так Разрыв нервов был Потому что я помню Когда я подавала В университеты Вот эти большие Куда требовалось Много всего У меня прошлая осень Это был самый Нервозный период В моей жизни Когда я буквально Злилась на саму себя То, что я как-то Недостаточно хороша Я брала карандаш острый И просто себе Вот так руки Вот так в кровь И когда учительница По рисованию Это увидела Что у меня какие-то Разрезы И она такая Маш, ты что Ты с ума сошла Что творишь вообще Потом это мама Заветила И они такие Чувак Перекращай это делать Настолько Это был стрессовый период И меня И просто я понимаю Что этот стрессовый период Сильно обесценился Потому что В скат я попала Достаточно легко Зная, что Мой уровень Именно Не таланта Но именно Мой уровень стремления Он выше ската То, что я думаю И я все равно Попала сюда А здесь у нас Bus stations Что означает Автобусные остановки И обычно Если мне нужно Добраться до какого-то Класса Или магазина Я прихожу сюда Как и все остальные Студенты без машины И у нас есть Специальное расписание В скат апп В специальном приложении Где написано Какое время Какой автобус придет И обычно Silver line Это самое ужасное Потому что Она тебе буквально По всему городу Так несет И тратит много Лишнего времени Чтобы добраться Только до библиотеки Или еще чего-то Я обычно использую Red line Как и большинство Freshman Потому что Наши классы Находятся в одном Академическом здании И Боже мой Здесь начинается Зомби-апокалипсис В Примерно В 11 И в 2 часа дня Это Тут столько народу Что вот знаете В питерском метро Примерно так же Только это один автобус И все пытаются Сквизнуть В эту дырочку И еще когда ты заходишь В автобус Тебе всегда надо Прикладывать Скадайди Своё Так пип Что ты являешься студентом А не просто Какой-то проходимость Обычно Чтобы мне добраться До кассы Мне нужно где-то 20 минут 15 минут езды И самое отвратительное В автобусах Это то что Он не говорит станцию тебе Ты должен сам угадать И понять Когда и что делать Поэтому ты все время Включаешь google map Контролируешь свое местоположение А это Blue line Я Не знаю куда он ведет Обычно он идет Куда-то в другую сторону Где-то по магазинам Так как сегодня в субботу Многие студенты Хотят закупаться продуктами Моя проблема Заключается в том Что я не изучаю сейчас То что мне нужно в жизни Как наверное Большинство сейчас Могут сказать Блин я тоже Когда я нахожусь В классе по дизайну Или Не знаю В классе по рисованию Такого нет Что профессора Будут тебя учить чему-то Ты просто делаешь И они тебя поправляют Даже когда мне сказали У нас задание по фотошопу И я такая Что? А как вообще пользоваться им? Какие команды? Я вообще ничего этого не знала И практически я изучила Все сама Как пользоваться фотошопом Базовые программы И просто сама сейчас там Креативлю и все То есть нет такого Что профессор конечно говорит Что он тебе поможет Все То есть прийди специально Время Я тебя научу Но просто Я это не использую Эту опцию Потому что я думаю Что это затратно Это время Когда я могу это все Сама понять И изучить И потом просто принести проект Сейчас То что я возможно Не знаю Выучила сейчас Что-то необычное Это какие-то Кто-то просто предлагает Опции именно Куда можно пойти работать Или с кем лучше разговаривать Чтобы в будущем У тебя была связь Чтобы ты мог построить карьеру Ну что Школа искусств Просто давайте будем Откровенно и серьезно Это не то Как ты это делаешь А то Кого ты знаешь Потому что Все говорят Что творчество Это разное И нужно найти Правильного человека Который оценит Твое творчество Одним словом Вот так вот Отправлю своих детей Учиться На Медицину И на Довкатов Потому что нужно Чтобы кто-то У нас одержал В семье Я недавно услышала Что у меня будет экзамен И я такая Что? В школе Где нужно рисовать И быть творческим человеком Есть экзамен? Интересно Но как оказывается Они здесь реально есть Я такая Вау Круто И они будут у меня В середине октября В число Я не знаю У меня об этом вообще Я узнала от моих друзей Но вот Они будут в середине октября Все что я-то знаю Действительно Ноль информации Насчет этого К сожалению И тут наша гардеробная Сейчас вы посмотрите Эту Справедливость Американскую Вот тут Две девочки Вот это мой Скромный гардероб Вот это Гардероб другой соседки И вот это Соседки Спорту Рико Я бы что-то сказала Но я не буду Хотя у меня есть много возмущений А тут мы храним обувь И это уже купили родители Соседки Для нас Что очень хорошо А тут у нас Досточка Где мы оставляем Какие-то пожелания Друг другу Или что-то Обычно я все это время делаю Они это стирают Просто Как мило Ну нет На самом деле На самом деле Мои соседки Не настолько уж плохи Мы Правда Мы не лучшие подружки Но Можем поддержать себя Друг друга Если нужно Какие-то экстренные моменты Но мы не Бестис Типа как Знаете В прошлом видео Мы с Лешей Пытались быть Бестис Так бы я здесь обычно делаю Нет Мы не такие В своем недавнем эфире На Тип-канале Я говорила Что здесь очень много Странных людей Которые одеваются Очень Как-то Необычно То есть В обычном обществе Такого не увидите И Один из таких примеров Это Фэшн Лолита Я не знаю Если вы знаете Что это такое Но Я верю Что это произошло Из японской моды И это когда Каваи девочка Напяливает на себя Большие Пуфи Пушистые платья С множеством Аксессуарами И вместо сумки Она использует Такие большие Плюшевые игрушки Я часто такое вижу Здесь И неважно Типа азиатка Или нет Типа это Все тут носят Так Большинство девочек У меня Даже несколько подруг Которые Так ходят в классы И Типа это норм здесь Тут профессора Даже наоборот Требуют Типа Когда вы Выступаете Или делаете презентацию Наоборот Не одеваться в костюмы Это очень скучно Типа Купите какой-нибудь Красный шар Чтобы выделиться Потому что мы хотим Быть креативными И запоминающимися Поэтому У меня Вот в таком Строгом Таком скажем Образе У меня носки Спринглс Чтобы что-то Вот выделилось Во мне И зритель запомнил Это Также я часто Могу увидеть Девушек Которые Или парни Одеты В фэшн Готики Все Черное Макияж Ох Макияж Это отдельная тема Потому что здесь Уууу Каждая девочка Практически клеит Какие-то блестяшки Себе на лицо Белая тушь Это у нас в тренде Яркие тены Это наверное Пик моды И также Большинство здесь Людей 90% У них разноцветные волосы Не то, что это что-то плохое Но просто Я уверена Что когда они ходили В свою скучную школу Они таким образом Там выделялись Типа У меня там зеленые волосы Или голубые Или еще что-то Но когда они пришли сюда Они все стали Читаться Как один И типа сейчас Редкость найти Человека с натуральным цветом волос И еще с глинами Конкретно у девушки Потому что у всех Какие-то каре Все пытаются Похоже быть Таких на парней Анимешных Каких-то героев И это Достаточно Забавно выглядит Когда Смотришь на это все И такой Воу И конечно же Это иногда давит на тебя Это такое Нужно тоже как-то Выделиться Купить какую-то странную вещь Чтобы Такой Ёо, чуваки Я с вами Перед тем Как я переехала в университет Я Почистила свой гардероб Купила очень много базовых вещей Такие как Знаете С базовым цветом Черный, белый, бежевый Много рубашек Сейчас я стала носить Потому что Мне кажется Это очень удобно Они закрывают тебя И они легкие Я поменяла сейчас Свой стиль На оверсайз одежду Люблю носить Какие-то мешочные Оверсайз футболки Или джинсы Чтобы я в них так тонула Томбой стайла Когда Не хочу походить на парня Но именно Такие одежда Которая Убивая всю твою женственность Так скажем На мешок практически На себя нацепил Так ты ходишь в нем Свободно Ну так мне более-менее комфортно Если вы знаете Кто такой Чунгук То вы меня поймете Вот я примерно Как он сейчас выгляжу По стилю А это парк Через который Обычно я прохожу После того Как закончу свои классы В общей сложности Я люблю ходить по саванне Так как это очень красивый город И парк является одним из них Так как здесь Можно Пойти Сесть на газон Почитать книжку Сделать домашку на ходу Также здесь очень много людей Что мне это нравится Я чувствую себя более знаете Как будто я Часть какого-то общества И безопасности плюс В вечернее время Я здесь редко бываю Так как Много народу Все равно И много собак И я не совсем Любитель Когда меня много Так окружают люди Толпой Но во время обеденного Время здесь превосходно просто И тишина И спокойствие Саванна Это исторический город Я много про него слышала Про то Какой он красивый Сколько здесь происходило событий Но никогда сильно Не интересовалась Потому что думала Ну блин Обычный город Но когда я сюда приехала Саванна действительно поражает Своей красотой И уникальностью Я знаю Я знаю Что до этого В Саванне Было очень много Французов Которые обустроили Свои здания И свою культуру Здесь И поэтому Когда здесь Ходишь по улицам Таким маленьким Ты видишь Нотки французской культуры Домики в мелых Пастельных цветах Кофейни Очень много Что На удивление Потому что Где я жила Кофейна была Наверное На Одна в городе Наверное всего лишь Клима в Саванне Очень теплый В принципе Как и в Алабаме Здесь в основном Погода держится Плюс 30 Плюс 20 Осенью И зимы практически Вообще нет Возможно Январь Там будет где-то 10 градусов Но и то Это самая Низкая погода Что здесь может быть В основном Люди здесь Дружелюбные Но иногда Если вы Ходите здесь По улице Ночью Или ранним утром Вы можете Много встретить Бездомных людей Которые Могут к вам Немножко Представайте Если у вас Нет какой-то Знаете Если вы Одни И совершенно Беззащитны Как в принципе Со мной Это происходит Все время Я их Все время Любимая цель Поэтому Я стараюсь Все время Ходить в компаниях И не тусоваться Одной И даже у нас Известно Что в кампусе Желательно Не выходить После 7 Когда уже Стемнеет Потому что Очень много Каких-то Weird Freak Вылезает На улицу Которые Пытаются Там Украсть Что-то У вас Или Что-то Как-то предстать Деньги отнять Такое бывает Потому что Ну это большой город И это норма здесь В принципе Здесь Безопасно Но В людных местах Конечно же Как в парках Или Есть Побережье Но в других местах Города Конечно же Лучше Держать Глаз Вострее На самом деле Я пытаюсь Больше питаться Вне Кафетерии И столовой Кампуса Потому что Там одна и та же еда Очень часто повторяется И я хочу Как-то разнообразить Свой питательный процесс Ходя в какие-то кофейни Или же В какие-то маленькие ресторанчики В которых Есть Приличные цены И многие мои друзья Они тоже так же делают Поэтому мы вместе Можем иногда собраться Просто куда-то пойти В основном Я знаю Здесь очень много Много морских Хороших ресторанов Sea food И также Конечно же Суши Потому что Я люблю просто суши И как я уже говорила Здесь очень много Куча кофейн Которых вы найдете Вашу любимую С вашим любимым интерьером И булочками И кофе И вообще Любыми напитками Поэтому Здесь большое разнообразие Что мне очень нравится Но также хочу сказать Что Саванна Это большой город И Как в любом большом городе У него есть своя ценность И В больших ресторанах В каких-то кофейнях Вам нужно идти туда С набитым кошельком Потому что Рестораны очень дорогие И не каждый студент Может себе их позволить Поэтому Если откровенно говорить Многие студенты Они просто идут Закупаются снэками Каким-то Приготовлением Быстрой пищи И мы так питаемся Мы редко куда-то выходим Чтобы как-то Сесть Посидеть в каком-то ресторане Так как денег у нас особо нет И я думаю Что это логично Если вы когда-нибудь Были в американских отелях То Вы поймете логику Почему у нас раковина Снаружи То есть в комнате А Хочу сказать У меня ранние классы То есть У моих соседок нет У них после обеда И я Шесть часов утра Встаю Иду И делаю вот это И потом они вот так Смотрят Своими дьяволскими глазами На меня И думают Свали уже И я так Пока-пока А тут у нас Комната В которой Хотели бы проводить Все больше времени Но Взрослая жизнь Не позволяет им это делать Больше Это наш санузел Тан-тан-тан-тан-тан-тан Тут ванна В которую лучше Не вплюкаться И не пускать пузырьки Потому что там Жарчина Только принимаем душ Вот так вот И в принципе Так выглядит моя комната Я часто могу ходить На набережные И смотреть просто Как там проходят пароходы И они действительно там проходят Там есть также уточки На которых можно покормить И в основном саванна Это очень интересный город Просто гулять по нему И наслаждаться И я еще тот самый человек Который любит наблюдать за людьми И смотреть за ситуации Наверное, это Наверное, это хорошо Потому что если я иду на режиссуру То это хорошая привычка И я люблю записывать что-то Или делать какую-то раскадровку Смотря на этот момент Я знаю Это талант Обычно, когда студенты поступают в универ Есть такой человек Который будет их мотивировать То есть у нас были до этого Например, поступили Еще до начала классов У нас были дни Когда у нас были Какие-то выступления И были мотивационные речи У людей, которые нас вдохновляли Говорили Эй, типа Будьте такими Не бойтесь мечтать Все в таком духе И каждый человек Кто работает в скаде Подходил нам и говорил Как совет Не бойтесь делать коннекшнсы Вот все, что вы сейчас делаете Делайте связи Знакомьтесь с людьми Говорите просто привет Как вас зовут Обменивайтесь в инстаграме Делайте все Гуляйте с ними Говорите на все да Вот Нам говорили Что на все, что вам будут предлагать Говорите да Я откровенно Когда следовала этому совету Немножко накосячила Уже в своей жизни Наконяясь в колледже И я бы не советовала Пропагандировать такую фразу Что на все, что вам говорят Говорите да Это очень тупо Поэтому я бы вам сказала Если вы чувствуете себя Комфортно быть одному Это нормально И не нужно На первый день Делать 150 друзей Вы все равно Их не запомните Ни имена Ни лица И Иногда Вы можете даже Забрести не в ту компанию И познакомиться с теми людьми Которые вам даже Не нужны в жизни И они вам ничего не дадут Вы просто будете терять Свое время с ними Как я вот сейчас Познакомилась с некоторыми людьми И я понимаю Что у нас вообще никак Линии не перевязываются В будущем И они Не помогут мне никак Знаете Подняться по карьерной лестнице И я понимаю Что я просто Трачу свое время Не на тех людей Только потому Что я сказала Да На все Что мне предлагали И Мне кажется Это давление Не совсем правильное Поэтому Просто Первые возможно Месяц Или месяца Адаптируйтесь Поймите Что вы хотите От людей Изучайте их Конечно Как бы я не говорю Что Знакомиться с кем-то Это плохо Нет Делайте Поворойте Свой страх Какой-то Замкнутности Пытайтесь найти Каких-то именно людей Которые действительно Вам помогут В будущем Ну а что насчет Американских школ На самом деле Это Другой совершенно мир И Общество людей Там по-другому Нужно выживать Там нужно Раз говорить на все Да Потому что Именно как вы проживете Свой хай-скул Период Будет влиять На поступление В универы другие И зависит Именно в какой В крутой Не в крутой Ну Именно по специальности Именно в универах ваш И поэтому Чем больше Вы будете открываться В хай-скул Говорить на все Да Там участвовать И в этом Например В спектакле каком-то Организовывать Какие-то мероприятия Быть лидером В какой-то группе Идти на скорлшипы Быть каким-то президентом Это вам все будет Очень пригодится В будущем Потому что Хай-скул Действительно Очень многое Имеет значение На то Как вы поступаете В универ Ну лично для меня Как было это Мне это очень помогло Вырасти как личность Себя Уже в хай-скул То есть я не Я являюсь потерянным Человеком В университете Сейчас Потому что я понимаю Как взрослая жизнь Работает И на вопрос Как ощущается Взрослая жизнь Я скажу Что она конечно Ощущается Что да Я далеко от родителей Я Сейчас Найду скоро работу Хотя я уже До этого работала Но Откровенно скажу Что я начала Чувствовать взрослую жизнь Когда я была В 12 классе То есть Когда я водила Эту машину Когда у меня Были дела Когда я должна Была поступать Звонить Про скорлшип И узнавать Информацию Мне кажется Моя взрослая жизнь Уже началась До этого И поэтому Сейчас я просто Чувствую Просто несколько Различных Я уже не живу С родителями Они не контролируют Меня Хотя и раньше Такого сильного Не было контролем Поэтому Возможно Мне нужно Напоминать себе В телефоне Делать ремейндер Что нужно поесть Потому что Раньше там мама делала Я забывала Кушать Отличия Не такие уж и большие Поэтому В high school Как раз Пытайтесь Вылезти Из своей раковины Ракушки Чтобы Показать свою личность Построить ее И уже Более-менее Как адаптированным Пойти в университетскую жизнь Чтобы не было Какого-то шока Прямо такого Боже мой Я один И не потерянный Хотя И такой может быть Это нормально Если вы чувствуете Я потерянный В жизни Такой бывает В общем Раскрывайтесь И вот так проходят Мои будни в университете Проходят они У тебя интересно Маша Спасибо, что Показала нам свой кампус Провела по городу Рассказала, что у тебя и как Желайте удачи На ближайшем экзамене Надеюсь, мы еще с собой Поснимаем не одно видео Про твои академические путешествия По просторам Америки Ребята А вы Пишите, как вам видео В комментариях Задавайте свои вопросы Маша читает Каждый комментарий А также Не забудь подписаться На канал Треллворкс И на мой канал МашМаш И также Не забывай смотреть Все выпуски Треллворкс И также Посмотри все выпуски Со мной В этом плейлисте Субтитры сделал DimaTorzok